Дорогие друзья, здравствуйте! Мы рады вас приветствовать. Казань всегда славил своей гостеприимностью, ну а сегодня для нас Казань в особой красоте своей предстает, потому что день для нас действительно замечательный, выдающийся. Сегодня состоялись важные события в истории российского востоковения. Я не преувеличиваю, не для красного словца это вам говорю. Здесь аудитория присутствует, тоже имеющая непосредственное отношение к востоковению российскому, вам его продолжать, а те, кто закладывал основы, они также вот 215 лет назад стартовали в свое время здесь, в Казани. Через 15 лет, то есть 200 лет назад, был создан институт востоковедения Российской академии наук. И очень хорошо, что сегодня научный руководитель института востоковедения Российской академии наук, академик Российской академии наук Виталий Вячеславович Наумкин присутствует сегодня в этой студии, в этом городе, по событию, которое для нас, научных сотрудников института востоковедения, очень важно. Сегодня состоялось награждение орденом дружбы Дуслык. Сегодня президент республики Татарстан Рустам Наргалевич Мениханов произвел это награждение. И у нас с вами прекрасная сегодня есть возможность к академику Наумкину обратиться, задать вопросы. А для того, чтобы коммуникация у нас с вами состоялась, мы приглашены с легкой руки нашего уважаемого директора Института международных отношений Рамиля Равиловича Хайрудинова в эту студию. Меня зовут Шамиль Кашав. И я вместе с Айдаром Юрьевичем Хабудиновым, профессором, доктором исторических наук Казанского Федерального университета и заместителем директора Центра превосходства исламика, буду помогать вот эту коммуникацию живую с вами сегодня осуществлять. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Шамиль Кашав, он тоже студент бывшего Казанского университета, хотя они, наверное, не бывают бывших. И я бы хотел выразить благодарность Виталию Вячеславовичу Наумкину, потому что, я думаю, вы все знаете, в конце октября, 27 октября началось честование 200-летия Института Востоковедения Российской Академии Наук. Еще раз спасибо Виталию Вячеславовичу за приглашение делегации Казанского университета в том числе и в моем составе. Сегодня наконец-то состоялось то событие, которое было анонсировано на торжественном заседании 29 октября. И была вручена медаль имени Крачковского ректору нашего Казанского университета Ильшату Равкатовичу Гафурову. Ну и вообще, если посмотреть на это с чувством юмора, с чего началось все российское востоковедение, это очень хорошо в своем фильме показал Виталий Вячеславович Наумкин, что один профессор Казанского университета был переведен, стал директором Азиатского музея. И на самом деле, если взять научное исламоведение, то это было 210 лет назад, то же юбилей, когда у нас в Казани, в типографии Казанского университета, была издана работа, посвященная серебряным монетам Самонидов. Извините, а вы знаете, сколько тогда было у него сотрудников, у этого первого директора? Он? Он один, больше никого. А вот. И тогда еще не было ни тачистской валюты Самони, тогда еще не было Самони и Орлайнс. Но вот настолько гениальный был товарищ, что он уже предчувствовал, что произойдет 180 лет спустя. И слово предоставляется Виталию Вячеславовичу. Для меня, я считаю, это огромная честь. Мы уже лично, я 18 лет с ним сотрудничаю, долгие годы с ним сотрудничает. И директор нашего института Рами Равилович Херудинов. И действительно, 200 лет в одном строю. Пожалуйста. Большое спасибо. Я очень рад, как всегда, выступать в Казанском федеральном университете, который является одним из ведущих в Российской Федерации. Одно меня озадачивает здесь, что у вас просто матриархат какой-то, судя по той аудитории, перед которой я выступаю. Но будем считать, что это особенность, наверное, Казанского востоковедения такая, что у вас так много девушек. Одна лучше другой. Ну, наверное, такая особенность приятная, но в то же время она вызывает вопрос. А где другой пол? Я не хочу долго говорить, потому что у нас времени не так много. Я хотел бы оставить место для вопросов. И вы можете задавать вопросы на любую тему. Я только два слова буквально скажу, что мы очень тесно сотрудничаем с университетом. У нас много совместных программ. Издательская деятельность. Мы вместе публикуем и монографии, в том числе и наших сотрудников здесь, и ваших у нас. Мы издаем журналы, публикуем статьи друг у друга. И у нас есть сотрудничество и по линии Центра Превосходства, и Исламика, Центра Координации Исламоведческих Следований. По линии целого ряда экспертных советов и группы стратегического видения «Россия и Исламский мир», которую возглавляет президент Республики Татарстан. И по линии базовой кафедры, которая существует, ваша на нашей базе. И я не буду всего другого перечислять. Этого очень много. И мы будем продолжать укреплять, развивать это сотрудничество. Потому что проблемы, которые стоят перед востоковедами, они непростые. На самом деле и на южном направлении, и на восточном направлении, то есть если брать стороны света. Ну а наш институт занимается очень огромной территорией от Марокко до Индонезии, даже до Австралии и Океании. Институт у нас большой. Поэтому я не буду говорить долго. Я очень рад, что со мной мои старые друзья и коллеги здесь находятся в зале. Поэтому давайте ваши вопросы, маленькую интригу я насчет вопроса потом скажу, попозже. Да, да, хорошо, конечно. Давайте мы так сделаем. Давайте по три вопроса мы собираем, потом я отвечу. Хорошо? Единственное, может, я отвечу на реплику Виталия Вячеславовича. Вот буквально вчера был в театре в Доме актера спектакля «Щатка искра». И мы вспоминали такие события, что первый всероссийский съезд женский мусульман, Акбетен Руссия, Мусульмаряр, съезды. Вообще-то в том году был юбилей. И вот опять-таки спасибо Виталию Вячеславовичу. Я считаю... Нет, я к женскому съезду не имею никакого. Да, так сказать, это. Нет, спасибо Виталию Вячеславовичу. Он сказал, это замечательно. От Марокко до Индонезии это замечательно. Но именно благодаря Виталию Вячеславовичу был создан Центр странным названием иногда ЦИЦАК, Центр изучения Центральной Азии, Кавказа, Урала, Поволжья. И Шамир Айвилович является как раз научным сотрудником Института международных отношений Казанского университета. И, соответственно, вот этого центра с длинным названием. И я думаю, в прошлом году приезжал Олегбер Колобекович Олегберов. Сейчас он еще и замдиректор Института Востоковедения. Так что в этом отношении очень важно, что как бы удалось объединить три концентра. Это концентр внутрироссийский, это концентр стран СНГ, потому что мы-то выросли, когда это был Единый Советский Союз. И про то, что говорит Виталий Вячеславович. Ну а когда татары говорят мазелем татар хатаны, есть такая, то есть такая шутка, что это переводится как усал татар хатаны. Так что в этом отношении татар, так сказать, Казань, татарский мир всегда славилась Виталием Вячеславовичем, что татарская мусульманская женщина, она была, конечно, она знала, что такое Адап, она знала, что такое Тортиб, но у нее всегда была своя воля. Вот, кстати, я могу рассказать всем, кто здесь присутствует, и в особенности доминирующему полу здесь, что я делал серию целую, вы знаете, фильмов для арабского мира на арабском языке, в том числе по истории, по Золотой Эрде, по Болгару, и там как раз значительная часть сюжета посвящена роли женщины. Я думаю, что в истории действительно женщина-мусульманка здесь сыграла большую роль после того, когда сюда пришел ислам в 10 веке. Ну а если что будет с женщинами-мусульманками не в порядке, то мы все свалим на Шамиля Равильевича, как вы правильно сказали. Давайте вопросы, перейдем к вопросам. Кто смотрит, не успеет? Конечно. Ну, уважаемая аудитория, у вас есть прекрасная возможность задавать свои вопросы, причем Виталий Вячеславович не ограничивает вас в языке, на котором вы можете задать эти вопросы, поскольку он сам прекрасно говорит и на английском, и на арабском, а вы можете задать свои вопросы и на татарском, поскольку уважаемый Айдар Эфенди присутствует здесь, он обязательно поможет нам в случае такой необходимости. Да, пожалуйста. Три вопроса я фиксирую. Вам сейчас дадут микрофон. Зайцев Руслан, факультет международных отношений. Как раз-таки вопрос у меня насчет арабского языка, именно стажировки. Насколько мне известно, сейчас стажировка проходит в Марокко, и я хочу спросить насчет других стран арабского мира, возможно ли в них прохождение стажировки, какие вообще перспективы в этом плане среди других стран. Ну и, собственно, вот, пожалуй, и все. Второй и третий. Да, и еще, пожалуйста, сразу же мы группу из трех вопросов соберем. Да, просто мы экономим время, чтобы потом не бегать туда. Здравствуйте, я бы хотел задать такой вопрос. Сегодня бытует мнение, что академическая китаистика, а тем более и академическая вьетнамистика переживают такой достаточно тяжелый период. Что вы можете сказать по этому поводу, и какие вы видите перспективы в этих двух направлениях, как это может развиваться в будущем? Спасибо большое. Вы никак не повинны в том, что в Казахстане... Я повинен, я пока и все в порядке. Да, давайте третий вопрос. Да, и, пожалуйста, третий вопрос. Добрый день, Зарипова Камила, первый курс. Хочу задать такой вопрос тоже по поводу Китая. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что для Китая еще выгодно от России, кроме военной мощи? Потому что я смотрела статистику на сайте Центробанк, и несмотря на то, что сейчас по всем ведущим телеканалам говорят, что мы очень сотрудничаем с Китаем, все у нас очень хорошо, инвестиций в Россию со стороны Китая гораздо меньше, чем инвестиций с той же Францией и Германией. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в каком направлении Россия должна развиваться, чтобы мы были экономически равными партнерами, а не просто для военной мощи? Спасибо. Начинаю отвечать. Три вопроса. Вот начнем с первого. Насчет стажировок. Но это скорее вопрос к руководству вашего университета, а не ко мне. Потому что стран арабских, где можно стажироваться, довольно много. Есть сильные университеты. В Египте там, может быть, не очень сейчас поощряется стажировка, поскольку несколько нестабильная ситуация, но вообще там все-таки достаточно сильные университеты. Марокко, Тунис, есть и Ордания, где достаточно с точки зрения безопасности, пребывания, обстановка спокойная. Есть страны залива, там предлагают Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, есть такой, в Эмиратах есть, там университет Аль-Айн. И в принципе, конечно, понимаете, ситуация такая в арабском мире, что всегда было три кита, три ведущих державы в арабском мире. Это Египет, Сирия, Ирак. Сегодня Сирия, Ирак, вы сами понимаете, что они исключены не только как объекты для стажировки студентов, но и вообще там очень нестабильно. Не буду говорить. Если будут вопросы, может, что-то скажу подробнее. Ну, в Египте тоже не все немножко спокойно, потому что там были, вы знаете, серия переворотов и революций и всего остального, поэтому страна, так сказать, стабилизируется, встает на ноги. Ну, в принципе, туда ездят наши студенты на стажировку. Марокко — страна, которая все эти годы, когда были события, связанные с так называемой арабской весной, она пережила более-менее благополучно. Но, в принципе, Ближний Восток бурлит, кипит, и всякие ситуации могут быть. Теперь перейдем к китайскому кластеру вопросов. У нас два вопроса. Я не считаю, что китайстика переживает какой-то серьезный кризис. Наоборот, во-первых, сейчас я вижу уже по проценту вопросов, посвященных Китаю, то же самое, что сейчас все хотят учить китайский язык. Причем я вижу, что в наборах я имею дело с несколькими факультетами. На одном возглавляю кафедру по совместительству в МГУ, на другой у нас есть такой ГАУГН, государственный академический университет гуманитарных наук, тоже государственная структура. Все хотят учить китайский язык. Мало кто его выучивает, по большому счету. Потому что ребята, которые заканчивают, часто очень не имеют достаточного уровня знаний, чтобы свободно владеть китайским. Многие уезжают на стажировку. Там со стажировкой все в порядке, приглашают и китайцы. И у нас очень много, кстати, научных сотрудников, молодых уезжает на Тайвань. Тайваньцы дают возможность там учиться и стажироваться. И несколько человек там работают. Это и хорошо, и плохо, потому что некоторые застряли там довольно надолго. Не забывайте, что вот есть такая страна, мы ее считаем. Китайцы считают, что есть одна страна, один Китай, одно государство, но два правительства. У них такая система. Они, конечно, рано или поздно, Тайвань, наверное, будет, я не сомневаюсь, и официально частью Китайской Народной Республики. По-моему, и сами тайваньцы это понимают. Рискну взять на себя такую смелость, об этом сказать. Но с Тайванем мы сотрудничаем. И там достаточно тоже высокий уровень академической науки и преподавания. И я бы сказал, что китаистика у нас хорошо, в общем-то, развивается, академическая наука. У нас много издается книг. Сейчас вот мы только что издали большой трехтомник по истории нашего китаеведения. У нас издаются и словари, и справочники, и очень много книг китаисты наши публикуют. У нас есть и Институт Дальнего Востока, где изучается современный Китай. В нашем институте в основном изучается классическая, традиционная история Китая, вплоть до современного периода. Но и современность тоже. Несколько человек у нас в центре китаеведения этим и занимается. Поэтому китаеведение развивается. Но и по линии наших вузов есть огромные просто связи. Если взять наши факультеты в МГУ и в других вузах Москвы, то переполнено все китайскими студентами. Вот я преподаю на факультете по совместительству. Я вам сказал, у меня кафедра на факультете мировой политики МГУ. У меня сейчас магистры, там 30 с небольшим человек. Из них примерно около 20 это китайские магистры из Китая. Ну там есть и два японца, две кореянки из Южной Кореи. Но в основном это китайцы. То есть мы вынуждены даже наши программы иногда перестраивать на такой лад, который был бы интересен китайцам. И в то же время китайским студентам и аспирантам, кстати, тоже. Аспиранты есть. И магистрам. Так, чтобы их заинтересовать и учесть их уровень. Уровень разный. Бывают очень сильные ребята. Бывают те, у которых есть трудности, скажем так, с иностранными языками. Что с русским, что с английским. Так что я считаю, что это все-таки вот так вот. Теперь, значит, по экономике. Китай — это экономическая сверхдержава. Недалеко то время, когда она будет державой номер один. Так делают такой прогноз большинство экономистов и специалистов по мировой экономике. Сейчас она по общему объему валового продукта уже всех обгоняет. Но если посмотреть на душевом контексте, на душу населения, то, конечно, далеко еще Китая до того, чтобы догнать Соединенные Штаты Америки. Их валовый национальный продукт огромный. Но вы знаете, что сейчас происходит вокруг Китая в связи с тем, что американская администрация взяла линию на торговую войну с Китаем, на то, чтобы попытаться Китай лишить вот этой роли, помешать ему превращаться в эту единственную фактически экономическую сверхдержаву. Не военную, а экономическую. Китай имеет и огромную программу военной модернизации, модернизации своих вооруженных сил. Огромные у них достижения в космосе. Огромные достижения, если в военной области это и в создании флота, в том числе и флота подводных лодок. Ну, в космосе вы знаете, какие у них планы. Совершенно фантастические, грандиозные. И поэтому даже по тем направлениям, где вроде бы у них ничего не было, у них сегодня уже такие успехи, что можно говорить об их превращении в лидеров, совершенно очевидных лидеров. Даже вот такая простая вещь, как автомобили, которые вроде не так давно у нас начали продаваться и были объектом насмешек, потому что такая вот едет телега громыхающая, которая все время ломается. А сегодня китайские автомобили уже выходят тоже на лидирующие позиции. Не говоря о том, что они приобрели целый ряд заводов западных, там от Вольво, да. Я уж не помню, кого еще там, Volkswagen или еще кого-то. И китайцы, конечно, в экономическом отношении представляют для Соединенных Штатов уже угрозу. Не только тем, что они являются основными держателями американских ценных бумаг и обладают огромным золотовалютным резервом. Что касается сопоставления наших возможностей, они пока не в нашу пользу. Но не будем забывать о том, что мы в технологическом отношении по целому ряду направлений превосходим Китай. Не случайно они к нам тянутся не только за гигантскими ресурсами, которых у нас много, у них мало. И главный наш ресурс сегодня, то, чего нет у Китая, это земля, земля, воздух, вода. Да, природный ресурс главный. Да и все остальное тоже. И для Китая сегодня главная проблема экология, она до сих пор не была в центре внимания китайского руководства. Но поскольку Китай задыхается, они сегодня очень жестко начинают проводить экологическую программу, модернизируют свои производства и очень этому уделяют большое внимание. Ну, в двух словах, вот я бы так вот сказал, поэтому нам надо, конечно, вы правы думать о том, чтобы быть привлекательными для Китая не только как держатели ресурсов, но это и не так. Китайцы нуждаются в наших технологиях, в том числе в оборонной сфере, военно-промышленной сфере, но и во многих других, ну и в нефтегазовой тоже. Но не забывайте, что китайцы вообще, они очень люди прагматичные, они заботятся о своих национальных интересах. И в тех случаях, когда им что-то выгодное, они проводят жизнь свои далеко идущие, мощные планы, так вот как сейчас там, все планы связаны с шелковым путем, так называемым, и один пояс, один путь программы, они думают не о наших интересах, естественно, они думают о своих интересах. Если этот путь прокладывается так, как им нужно, если им нужно выходить уже там на Аравийский полуостров и в Африку, и в Африке их позиции такие, что уже американцы с ними не могут состязаться, а мы немножко упустили эту борьбу за Африку, она превращается в очень важный континент сегодня, то китайцы здесь опережают многих, они уже выходят и на северный морской путь, который скоро может превратиться в одну из главных транспортных артерий мира и может принести миллиарды тем, кто осваивает эту дорогу. Вроде бы китайцев там не было, это далековато от них, но Китай сегодня превращается в одну из ведущих арктических держав. Китай идет вперед, и наша столбовая дорога – это сотрудничество с Китаем, стратегическое сотрудничество. Это наш сосед, партнер. Не надо думать, что наше стратегическое партнерство – это сплошное поглаживание друг друга по спине. С китайцами трудно иногда вести переговоры, споры, скажем, по ценовой политике в газовой сфере, они много лет жестко очень ведутся. Китайцы – непростой переговорщик, но это надежный стратегический партнер, и не дай бог с ним ссорятся. Спасибо большое, уважаемый Виталий Вячеславович. Если у нашей аудитории еще готовьте вопросы, пожалуйста. Можно одну реплику? Дело в том, что когда в 2015 году, чтобы не ошибиться, Лекий Циан стал премьером госсовета КНР, то в какой город он совершил первый визит российский, никто не помнит? Он прилетел к нам в Казань, и в «Новой газете» появилась статья с замечательным заголовком «Новости северо-западного улуса». В этом отношении, когда мы говорим о Казани, нужно не забывать, что она действительно носит стратегическое значение, и я думаю, мы дождемся рано или поздно дороги Петербург-Пекин. Ну и второе. Виталий Вячеславович человек очень скромный, он не упомянул, что в Институте Востоковедения одну или две госпремии за труды по синологии получили в последние годы. У нас две премии. У нас была госпремия за словарь Ашанина, это знаменитые словари русско-китайские, которые в историю вошел, лучше ничего не сделано. И вторая премия – это пятитомник духовной культуры Китая, в котором коллектив был главным соавтором, был Кобзев, наш нынешний сотрудник, руководитель Центра изучения Китая. Вот у нас две госпремии по Китаю. И вот я тоже очень благодарен, потому что регулярно устраиваются в рамках Валдайского форума сессии, посвященные Китаю, где и как раз освещаются эти вопросы. Спасибо. Ну и напомнив нам еще и об одной ипостаси нашего уважаемого академика Виталия Вячеславовича, а именно его организационная работа и участие в рамках Валдайского клуба, я думаю, что вопросы у аудитории могли бы быть в том числе связанными и с деятельностью Валдайского клуба, поскольку эта площадка сегодня является одной из авторитетных, и на ней как раз сходятся многие интересы. Если у вас есть вопросы, вы тоже можете, пожалуйста, их задавать. Ну, наверное, было бы интересно выслушать ваши вопросы по Ближнему Востоку, поскольку это моя узкая специальность, я по специальности арабист, моя узкая профессия, и арабист, и исламовед, поэтому вот давайте что-нибудь. Так я был сориентирован, что будут такие вопросы, но я смотрю, у вас тоже увлечение Китаем немножко, так сказать, как-то вас толкает в направлении туда, на восток. Но давайте не забывать, что все-таки Татарштан – это сила, тесно исторически связанная с Ближним Востоком. Будущие специалисты, связанные с арабским миром, в этой аудитории присутствуют? Турции, Ираном, иранисты, тюркологи будущие, или нынешние уже, сложившиеся арабисты, пожалуйста. Поднимайте руки. Да, пожалуйста, задавайте вопросы. Добрый день. Добрый день. Ушакова Катарина, четвертый курс, курс «Востоковедение. Арабский язык». В связи с вашим комментарием по поводу того, что здесь присутствует в аудитории много девушек, такой вопрос. По вашему мнению, различается ли путь девушек и молодых людей в российском Востоковедении, если различается, то как? И поле деятельности, конечно. Спасибо. Да, это интересный вопрос. Ну, во-первых, все меняется, вы знаете, меняется и исламский мир, и арабский мир меняется. Я помню, когда начинал учиться, в Каирском университете это было, очень давно, когда вы еще не планировали, может быть, даже и ваши родители странно представить себе это, но тем не менее, это уже третье поколение. Вот. Понимаете, в Египте девушки ходили в основном в мини-юбках с непокрытой головой. В Египте. В Каир, в Каирском университете. А вот потом, как постепенно шла, я бы сказал, такая бытовая исламизация, пришла к тому, что сегодня очень много, конечно, появилось, даже никабов, хотя нынешние власти, после того, когда произошла фактически революция против братьев-мусульман, они немножко, конечно, повернули в светскую сторону развития страны. Но дело ведь не в религии, все по-разному смотрят на то, как нужно одеваться, дело же не в этом, а дело совсем в другом. Дело в том, что все-таки идет тенденция, безусловно, к некоторой, две противоположные тенденции. Есть такая, с одной стороны, эрозия религиозности, она идет, и идет, безусловно, конечно, такой натиск секуляризма, и то отторжение, и, может быть, вот избыточная исламизация, другая тенденция, которая проявляется в том числе и в дресс-коде, и в других вещах, она скорее является не столько свидетельствием того, что возврату к какому-то, на мой взгляд, отжившим, архаическим, нормам, которые, как противоречат современному пониманию все-таки прав человека и равенства полов, но и с тем, что происходит такое отторжение вот этого натиска вот этой псевдокультуры западной, вот как сопротивление идет ее отторжение, потому что есть страх, что она размоет идентичность многих восточных арабских обществ. Поэтому не нужно преувеличивать то, что вот, как вы говорите, девушка, она там не может найти себе востребованность, если вы будете заниматься арабским миром. Знаете, в арабском мире женщины безумно активны. Я везде почти пожил и поработал, лет около 20 лет прожил на Ближнем Востоке. Даже вот в Иране, казалось бы, Исламская республика Иран, есть такое в быту представление, что там женщины чуть ли там не дома сидят. Знаете, иранские женщины поразительно активны, поразительно активны, очень активно себя ведут, пользуются, в общем, всеми абсолютно правами, которые только могут быть. И, например, меня поразило, еще когда я приехал в Иран сразу, почти после Исламской революции, то есть там были жесткие требования к дресс-коду, чтобы обязательно там ни один волос не был виден из-под платка. Но в то же самое время там женщины уже тогда, сейчас уже все это позади, сейчас все иначе, все иначе. И одеты иначе девушки, уже не ходят в этих черных хламидах. Но меня поразило, что даже тогда журналистки женщины работали, девушки. Вот ты приезжаешь, вроде бы такая волна Исламской революции, девушка с тобой рядом садится, нога-ногу, значит, микрофон мне в рот, вопросы задает. Я был поражен, что какая разница между поведением и правами женщины в Исламской республике Иран и в той же Саудовской Аравии, где общаться с женщиной невозможно. И не было женщин нигде практически, они не работали. А сегодня в Саудовской Аравии идет очень сильный поворот. И я думаю, что наследный принц Мухаммад бен Сальман, который ведет эту модернизацию общества, не смотря на все сейчас истории страшные с убийством. Вы, наверное, знаете журналиста Хашогги, который был моим хорошим коллегой. Не скажу другом, но мы с ним много общались. Это очень грустное, конечно, событие. Но, тем не менее, я думаю, что наследный принц Мухаммад бен Сальман ведет такую мощную модернизацию. Я думаю, он сохранится и будет продолжать эту политику модернизации. то, что впервые саудовская женщина села за руль автомобиля, ну, представляете, было запрещено. И я помню эти дебаты, я помню, разговаривал с одним из оляма саудовских и с ним спорил, что это вообще безобразие и никаким нормам ислама не соответствует, даже с точки зрения ваххабитской литературы. И он говорит, конечно, там ничего нет про вождение автомобиля, но кто-то мог 200 лет тому назад про вождение автомобиля запретов вводить. А дело не в этом. Я говорю, а в чем же дело-то вообще? Ну, в том, что, во-первых, чтобы она одна не ехала, потому что одна не должна. Это тоже, так сказать, чисто, я бы сказал, салафитское неправильное представление, которое выработано их учеными, и отсутствует в сакральных книгах, в источниках вероучения исламского. Нигде этого нет и не может быть. Но там можно трактовать некоторые хадисы так. А, говорит, все дело в том, что это небезопасно, говорит, для автомобиля. А почему? Она что, водить не может? Нет, потому что у нее все закрыто, а она, говорит, не может видеть. Кто справа, кто слева, у нее обзор маленький, поэтому, если она, говорит, в Никабе, то она не может вести автомобиль. Знаете, такая логика отсюда исходила. И тут как бы не поспоришь. Но сейчас, вот видите, начинает вопрос снят, и просто Мухаммад бен Сальман пошел на конфликт с исламским ваххабитским духовенством, разрешив женщинам водить, и, видимо, какие-то будут дальнейшие поблажки. Идет модернизация, понимаете, везде. Это общество никакое не может сидеть в этом. Поэтому, я считаю, наоборот, у вас большие перспективы работы в исламском мире, и у нас среди арабистов, экспертов, журналистов очень много женщин. Они активно работают. Конечно, есть места, куда просто, ну, в силу того, что там конфликты и бегают эти самые джигадисты всякие вот с автоматами Калашникова, туда лучше девушке не соваться, туда и никому не надо вообще соваться, надо дом сидеть. Вот, и там только стрингеры, которые рискуют жизнью, получая за это большие деньги, могут работать. а так, в принципе, в нормальной, в нормальной, меняемой стране женщина, как везде, активно, нужна и всегда приветствуется. У нас-то точно. Так, но мы договорились с три вопроса, да. Очень важно не что, а зачастую, а как сделать. И в конце концов, женщина еще не попадет на гору Афона. Это же точно запрещено. Так, пожалуйста, наша аудитория, вы можете задавать вопросы. Спасибо. Лилия Ильикова, заместитель директора Института международных отношений. Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. В декабре состоялся 18-й Дахийский форум, в рамках которого была проведена отдельная секция «Растущая роль России в мире». Вы на этой секции и вообще на этом форуме выступали в качестве эксперта. Так, а что за форум? Что-то я забыл уже немножко. 16-го декабря. Это где был? 18-й в Дахе. В Дахе. А, да, я был нестатый. Все, напомнили. Я очень много просто езжу. Вы много выступаете. Вы и у нас уже год назад выступали. У вас оготру рассказывали. У вас лучше было, чем в Дахе. Тут даже сомнение. Спасибо. Вот в рамках форума вы обсуждали растущую роль в мире, России именно. Одновременно, буквально вот на днях, мы все слышали высказывание президента Трампа, который говорит о том, что именно США одержали победу на Ближнем Востоке, поэтому они теперь могут выводить войска. У них уже все сделано. Вот в рамках именно тех обсуждений экспертных, которые вы проводили там, какое мнение сформировано? Кто же на самом деле одержал победу? Что думает мировое сообщество по этому поводу? Спасибо. Мировое сообщество находится в таком раздрае, что сказать, что оно думает, оно думает по-разному. В разных квартирах разные голоса. Теперь то, что касается Трампа. Трамп при всех его недостатках, он, в общем, выполняет свои предвыборные обещания, надо прямо сказать. И он обещал уйти из Сирии. Для него сама Сирия, она как бы не, если мы говорим о Сирии, ведь в этом ключ сейчас вопроса. Сейчас вернемся к Дохе. И вопрос стоит в том, какие цели ставил перед собой Трамп и каковы приоритеты его политики? Его приоритеты лежат в области внутренней политики. Он говорит America first, то есть для него главное это Америка, это благополучие, процветание американских граждан. И он это делает, и под таким углом он рассматривает свои отношения с Китаем и вообще со всем миром. Делает это иногда очень неуклюже, и не так как политик, а как будто бы он бизнесмен, торговец, который вот занимается всем этим. Он создает рабочие места для американцев, он развивает нефтегазовую промышленность, ведь не будем забывать, американцы нас уже превзошли по объемам добычи газа и по нефти превзойдут. Другое дело, что они больше и потребляют, но тем не менее, это крупнейшая сегодня нефтегазовая держава. Еще недавно говорили, что они все сохраняют для будущих поколений, сегодня уже не сохраняют. И сланцевый газ навязывают своим партнерам и в Европе, и на Востоке очень тоже неуклюже, грубо, оказывая жесткое давление на партнеров. Но я решил сразу отвечать на этот вопрос, он интересный просто очень. И под этим же углом нужно рассматривать то, что какие-то цели может слишком скоропалительно объявил выполненными, это не так. Но, во-первых, если говорить о Сирии, то здесь даже сравнивать нечего, нашу роль, роль международной коалиции. Да, они сыграли большую роль в освобождении Ракки, которая была столицей так называемого запрещенного в России исламского государства. Да. Но Ракку освобождали все-таки не только и даже не столько американские войска, сколько местные вооруженные силы, в основном умеренная позиция, а также курдов, которых американцы использовали в этих боях на восточном берегу Ифрата сейчас и ранее в Ракке. Но главную роль, повторяю, сыграла сама сирийская армия при нашей поддержке, при поддержке Ирана и также различных ополчений добровольцев из таких стран, как Ливан, Афганистан, Ирак, Пакистан. Вот эти силы сыграли ведущую роль. И американцы объявили, Трамп объявил, что вот теперь уже освободили территорию от Даш, и поэтому можно считать эту задачу выполненной. Но если раньше американцы ставили задачу свержения режима Вашара Асада и говорили, что он должен уйти, сегодня они от этого отказались, а поскольку отказались, они уже принимают как бы во всяком случае на какое-то время как бы как они говорят то, что у правительства остается таким, как оно и есть до политических реформ, до выполнения резолюции СБО 2254, то эту задачу тоже можно считать как фактически почти выполненной. Но не будем забывать, что за рамками остается провозглашенная Трампом война или борьба за вытеснение Ирана. Потому что антииранская риторика Трампа зашкаливает. И в этом смысле он вместе находится в одном ряду с ультраправым таким анекционистским, экспансионистским правительством Израиля. И они не успокоятся, пока не задушат, как они считают, как они планируют Иран. и с помощью санкций, и с помощью разного рода, в том числе и, наверное, силового давления, поскольку мы знаем, что Израиль наносит воздушные удары по позициям Ирана в Сирии. Поэтому, во-первых, трудно сказать, что тут роль России, ну, по-моему, никто не сомневается. Наши воздушно-космические войска, оказывая поддержку Асада привели к тому, что если раньше Асад меньше половины территории, 30% контролировал, то сегодня Дамаск контролирует уже 95% территории и не за горами то время, когда будет контролировать всю территорию. Это благодаря, в первую очередь, нашей поддержке. Это наша победа. И если говорить сегодня о снижении престижа Соединенных Штатов, хотя бы в том, что он, понимаете, принимает решение с помощью твиттера. Нет такого больше лидера и не было когда его правительство не знает, что он хочет делать. Он твитует, как он в твиттере, его министр обороны узнает, что он выводит войска. Ну, где это такое видано, понимаете? Можно представить, чтобы у нас Владимир Владимирович такой акт совершил. Ну, просто не бывает, понимаете? И они все говорят, что он не обсуждает ни с кем, он принимает эти решения скоропалительно, не задумываясь в интересах других, не учитывая даже интересы партнеров. А его давление с помощью получения торговых и иных экономических преференций просто совершенно беспардонное даже на союзников. Смотрите, как он давит на европейцев, чтобы они не строили прежде всего на Германию, Северный поток-2 с нами, но не очень склонны они поддаваться этому давлению. То же самое касается Турции и отчасти вот этот вот уход американского контингента из Сирии, он все-таки, видимо, в основном произойдет, он связан с тем, что они пытаются как бы сделать подарок Турции, которая очень озабочена тем, чтобы покончить с курдскими военными формированиями на территории Сирии. У Турции тоже, так сказать, на этом есть некий элемент серьезная озабоченность, которую мы, кстати, учитываем, хотя и поддерживаем отношения с курдами. Но вот такая попытка и, как американцы говорят, палка и морковка вместе, stick and carrot. И вот они оказывают такое давление, чтобы сделать какой-то подарок Турции, которая, может быть, займет позиции освобождаемые американцами и в то же время побудить Турции отказаться от каких-то планов сотрудничества с Россией. Там ситуация очень непростая, но сегодня на фоне того, что Трамп предпринимает непродуманные действия, которые раздражают союзников, особенно, вот скажем, сейчас государство Залива, там такая идет волна неприятия Трампа и его политики, что это обуславливает большее внимание этих государств, традиционных союзников США к сотрудничеству и с Россией и с Китаем. Поэтому тут даже не о чем говорить и что вот мы сегодня востребованы, мы нужны, но, конечно, мы не можем вести политику по вытеснению Соединенных Штатов, это самая мощная в мире держава, но даже экономическая ее мощь пропорциональна всему объему мирового экономического валового продукта, она снижается, было 25, сейчас, помню, 16 процентов, китайцев в основном вытесняют, но мы, несмотря на санкции, мы развиваемся, у нас есть своя политика, нацеленная на приоритет наших национальных интересов, сегодня вообще каждый думает о своих национальных интересах, и в этих условиях, когда нету мирового лидера, нету глобального управления, оно нарушено, понимаете, есть некий хаос во многих районах мира, то вот приоритетность национальных интересов, она особенно высока, остра, ну, я думаю, этого достаточно для ответа на ваш вопрос. Спасибо большое. Так, теперь вот еще 15 минут, пожалуйста, если есть у вас аудитория. Три вопроса, я говорил отдельно, потому что вопросы такие массивные. Здравствуйте, меня зовут Альфия, я преподаватель арабского языка, и я хотела задать вопрос, как по вашему мнению, справедливо ли сейчас фраза, которую мы слышали все пять лет обучения в университете, что Египет это локомотив арабского мира, ведь сейчас столько стран претендует на политическое и культурное лидерство в арабском мире. Ну так на арабском языке мы пока об этой аудитории не услышали. вот у нас такая идея была сегодня вот Шамилем Равильевичем, что может быть если мы услышим какой-то вопрос, который грамотно задан, без ошибок, на арабском, или даже хотя бы на английском, лучше, мне кажется, на арабском, я больше арабский люблю. Мы этого человека сразу рекомендуем для стажировки в нашем институте в Москве. Не в Марокко, но в Москве. ну а Марокко там может быть долгосрочное, у нас краткосрочное, но тем не менее все равно приятно съездить в Москву, погулять. Ассаламу алейкум не в Марокко, мумарасат, в луга арабии, ай, мумарасат, я не знаю, в жаминах арабии, а? Ат-техаддуд. Ат-техаддуд в луга арабии, айна, айна, ахсан? Айна, в луга альфусха. Альфусха. Айна, айна, луга аммия, лахджад. Так, ну так мы же три вопроса, у нас пока два было только. и пожалуйста, еще есть вопрос. У меня второй вопрос. С нынешней ситуацией в Туркменистане А можно погромче, а то вы без микрофона, я немножко боюсь, не улавлю, если чего-то. Такой вопрос. С нынешней ситуацией в Туркменистане не станет ли эта страна как второй Сирией. Потому что все, тот конфликт, который у них сейчас происходит, более-менее напоминает на Сирию. Страна, можно так сказать, в голоде, и, как нам говорили, там происходят просто ужаснейшие вещи. Кто же вам наговорил? Какие-то... Так сказать, нам говорил сосед из той страны, которая граничит очень сильно. Ну, с ним все понятно. Это и сосед из Узбекистана вам на... Да. Пошу, извините, на уши вешал, если грубо сказать. Понятно, как-то все. Ну, хорошо. И меня просто интересует этот вопрос, потому что эта страна и богатая ресурсом, как газ, она занимает четвертое место в мире, и не станет ли действительно это таким конфликтом масштабным, как был в Сирии? Да, пожалуйста. Говорят арабы на последний вопрос, ауду билляю. Шайтани Раджим. Знаете, я, поскольку с вашим соседом из соседней страны не встречался, я не могу ничего об этом сказать. Я бывал в Туркменистане, у меня нет такого видения, что там будет следующая Сирия. Там самое главное, что там даже нет таких сил радикальных исламистов, какие были в Сирии, которые там много десятков лет, братья-мусульмане, там боролись со светскими националистическими властями, и это конфликт интересов, конфликт давний. Я не вижу никаких оснований так считать о нашем партнере в Туркменистане, поэтому я с этим вашим, так сказать, приятелем категорически не согласен. Если коротко говорить. Теперь вот Альфия меня спросила, значит, насчет, так как бы получше ответить, значит, вопрос касался локомотива, да, вот, ну я же как раз сказал уже сегодня, что всегда три было вот этих локомотива, культурных, цивилизационных, главных, вот Египет, Сирия и Ирак. Ну, Сирия, видите там, что гражданская война, Ирак тоже никак не стабилизируется, несмотря на то, что американцы пытались демократию принести, в 2003 году они принесли хаос туда полный, не как страна, но идет потихонечку, я верю в то, что эта страна, тоже очень богатая ресурсами, очень толковое, образованное, в общем, всегда было население, может быть, единственная арабская страна, где нет проблемы с водой, с землей, что везде водная, земельная проблема, везде страшная совершенно. Ирак уникальная вообще, страна может жить прекрасно, надеюсь, что это произойдет. Ну, вот эта раздробленность, разрозненность, сегодня там, курдская проблема, все это, конечно, очень серьезно. Теперь вот ваш, на ваш вопрос на арабском языке вы прекрасно задали, вы, я думаю, что один из кандидатов, если у вас соперников больше не будет, то я думаю, что вы очень хорошо, красиво говорите, молодец, вот, ну, конечно, я с вами согласен, надо, вообще, обучение в университетах, оно, конечно, ведется на фусха, конечно, на литературном языке, а от литературного нужно исходить, изучая диалекты, когда они вам нужны для разговора. Вообще, в принципе, уникальная ведь ситуация в арабском мире, когда, понимаете, есть один литературный язык, он практически, с одной стороны, он как бы, ну, можно считать, что мертвый, он неразговорный, но это язык культуры, вот в Греции был язык койна такой общий, да, это как бы язык торжественный, на котором интеллигенция говорит, это язык радио, телевидение, официального общения, официальных речей, поэтому человек, который хочет знать арабский язык, он прежде всего должен знать фусха, но и большинство университетов образование ведут именно на литературном языке, и образованные люди, скажем, дипломаты, ученые, литература, вся арабская, это потрясающий, богатый, изумительный язык, я просто вот в восторге от этого языка, конечно, фусха, все почти университеты, есть, понимаете, некоторые страны, где очень высоко поставлено преподавание диалектов как самостоятельных языков, потому что это фактически почти что языки, вот египетский диалект, он очень высоко развит, у него есть своя грамматика, свои законы, даже своя фонетика и так далее, поэтому вот египетский диалект, он преподается, скажем, есть в Каире такой американский университет в Каире, я там и учился и преподавал там немного, и вот там изучается диалект как самостоятельный предмет для того, чтобы общаться с египтянами, конечно, дома между собой египтяне говорят исключительно на диалекте, и если взять необразованный класс, там, филахи, крестьяне, они говорят только на диалекте, потому что они не учились, и фильмы египетские на диалекте все, да, пьесы, на диалекте, это развитые диалекты, не принято, чтобы там в театре пьесы ставилось на литературном языке, потому что люди-то на нем не говорят, но если вы общаетесь с образованным человеком, с интеллигентом, вы общаетесь на литературном языке, вас поймут и вы поймете, но ситуация языковая такая, что если вот этот крестьянин необразованный из-за лжира будет говорить с таким же, я не знаю, там, из Ирака, они вообще ничего не поймут друг у друга, совершенно разные фактически языки, я, например, честно скажу, хотя я знаю несколько диалектов, хорошо, свою долгую жизнь там приходилось, вот, например, лжицкий диалект, я практически понимаю, ну дай бог, что 5% я понимал, серьезно, это не кокетничество, это очень трудно, трудно язык с берберскими заимствованиями, с французскими и так далее, вот, поэтому вот такая ситуация, вы никогда не выучите все диалекты, но, конечно, грамотный арабист должен хотя бы один диалект изучить и знать, чтобы вы могли свободно общаться с экиптианином, либо ливанцем, вот, Ливан, такой вот этот кластер диалектов, ливанский, орданский, палестинский, сирийский, они близки друг к другу, все, вот, это можно достаточно один из них знать, чтобы вы в этом кластере свободно общались, сирийский и залив, там уже другое, другая система произношения, другой совсем, так сказать, говор, если вы слышите, фонетический, другой и так далее, египетский свой, а северная Африка, это уже другое, но ФУСХА в любом университете вы будете учиться только на литературном и ведущего университета, там, я не знаю, Зайтуна, там, допустим, да, я уж не говорю, Азгар, или даже Каирский университет, в Ардании, это все будет на литературном языке. Виталий Петрович, позвольте уточнить, ваша похвала в адрес молодого человека, задававшего на арабском языке, означает ли это, что он может рассчитывать на оценку за чтено или может быть на отлично, все-таки он сегодня задавал вопрос не рядовому преподавателю на экзамене, а академику Академии Российской. Отлично, отлично. Присутствующий здесь директор Института международных отношений возьмет на карандаш, а мы вас возьмем на карандаш как возможного кандидата для прохождения кандидат, он уже прошел, для прохождения практики, да, надо еще согласовать с руководством института, конечно же, руководство нас не будет обижать вместе с ним, мы же вместе просим вас, ну куда же вы делитесь. Ну а потом, как можно обидеть, вы же возглавляете Центр превосходства в Институт международных отношений, и к вам надо обращаться, не иначе, как ваше превосходительство. Ну вот давайте, тогда почитаем, что он уже прошел. Так, давайте, следующее. Ну чтобы нас не уфрикнули в отсутствие феминизма, я должен сказать, что в том году Василий Александрович Кузнецов, я считаю, великое счастье, когда к нам приезжают специалисты такого уровня, вот в чем величайшее достоинство все-таки Института Востоковедения, это вот не только поколение классиков, да, которых мы все знаем, но это и поколение 35-летних. И вот Альфие, я просто тоже был очень рад, что Василий Александрович Кузнецов, который я считаю тоже молодым классиком, в том году он сказал, как хорошо она переводит. Вот. Видите, так? Так, вопрос, пожалуйста, у нашего коллеги в студии есть. Здравствуйте, Виталий Вячеславович, здравствуйте, уважаемые гости. Переверзов Кирилл, студент 4-го курса Института международных отношений и истории Востоковедения, ой, прошу прощения, с этого года, просто Институт международных отношений Казанского федерального университета. Приношу свои извинения, немного волновался, и просто когда поступал в Казань, поступал как раз-таки Институт международных отношений и истории Востоковедения, но с этого года просто Институт международных отношений Казанского федерального университета, Я востоковед. И вот до того, как наша преподавательница Альфия Марсельевна задала вам свой вопрос, вы заканчивали свою речь и сказали, что в нынешних условиях, в международной обстановке нету мирового лидера. И в связи с этим, из-за того, что, простите, что недословно, нет той страны, того государства, которое контролировало бы все вот эти процессы в мире, и как результат мы имеем хаос. И вот говоря об арабском мире, вот как раз-таки государстве-лидере в арабском мире, как мы все знаем, сейчас арабский мир, арабские страны переживают очень тяжелые времена, очень тяжелый период. И вот все эти события, они будут очень важны, и многие из них станут решающими в дальнейшем развитии арабских стран и их истории. И вот у меня такой вопрос. В свете всех этих событий, возможно ли, что среди арабских стран появится, так скажем, арабское государство, одно из арабских государств, которое станет арабской державой и займет лидирующие позиции в арабском мире, и станет ведущей страной арабского мира, которая поведет за собой другие арабские страны? И вот еще один небольшой вопрос, прошу прощения, что так много. То есть, ну здесь очень много будет причин, которые смогут, так скажем, оказать влияние на выделение вот этой вот арабской страны на фоне других арабских стран, если, ну как одним из таких влияний может оказаться взаимоотношение этой арабской страны с ведущими геополитическими игроками в мире, то есть мировыми державами. Вот. Какая из этих стран могла бы оказать влияние? Спасибо. Хорошо. Спасибо. Я отчасти объединю ответ на ваш вопрос и то, что я не договорил по поводу локомотива этого злосчастного. Значит, вот начну, вернусь обратно к локомотиву, сегодня локомотивов там не видать, потому что, но Египет остается все равно ключевой страной. Цивилизационная Египет, понимаете, это мощная держава с ее культурой, с ее там киноиндустрией, с ее человеческими ресурсами. Египтяне играют, как вот английский говорит, manpower, да, они играют огромную роль в формировании общественного мнения и политическое влияние оказывают. Но с экономикой есть проблема у Египта. Египет в значительной мере опирается на финансовую помощь сегодня таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. И Египту, конечно, трудно, сегодня трудно. Саудовская Аравия может быть даже в первую очередь в большей мере, чем Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Для Саудовской Аравии большую помощь оказывает Египту финансовую, экономическую. Но вот Арабская Весна, она потрясла основу вот этого порядка, вы правильно совершенно говорите, что лидера сегодня нет, претендует на роль лидера Саудовской Аравии. Но вы видите, сегодня в Саудовской Аравии в мире тоже не все просто, учитывая последний кризис, связанный с убийством Хашоги, или кризис, связанный с конфликтом между рядом государств Ближнего Востока и Катаром. Катар тоже государство, претендующее на определенную роль, хотя это маленькое государство. Ведь коренных жителей в Катаре, которые пользуются полными правами гражданскими, их всего где-то около 270 тысяч человек. Ну что это маленький район там у нас, если так посмотреть, вот остальные гастарбайтеры там. Но тем не менее, это самое богатое государство в мире по душевому доходу, значительно превышающее американские, скажем, все ведущие страны мира. И более того, правящий класс может распоряжаться этими доходами свободно, поскольку, в общем-то, не нужно их тратить ни на оборону, она обеспечивается западными партнерами, ни на другие нужды, которые мы там тратим, охрану границ и так далее. Там это все обеспечивают те же Соединенные Штаты, которые имеют там самую крупную в мире свою базу и так далее. Но вот есть проблемы, есть конфликт. С одной стороны Катар, с другой стороны Египет, Саудовская Аравия, Эмираты и Бахрин. Четыре государства, которые подвергли их фактически полной блокаде экономической. И неизвестно, когда они из этого конфликта выйдут. Поэтому вот этот вот конфликтность, высокий уровень конфликтности и то, что тот факт, что среди этих государств сегодня много, которые входят в территорию так называемых провалившихся, то, что по-английски называется failed states, это, конечно, осложняющий фактор. Саудовцы претендуют сегодня в условиях падения потенциала. Потенциал-то есть, конечно, я бы сказал, той роли, которую в прошлом играл Египет, как вы говорите, локомотив, и Ирак, и Сирия. Саудовская Аравия вышла на какие-то передовые позиции. И она входит, как вы знаете, в G20, в 20-ку, это очень серьезный инструмент влияния, вот вы говорите, влияние. Конечно, в 20-ку входит страна. Важный очень серьезный элемент влияния. Но это не избавляет саудовцев, видите, от конфликтов даже сейчас, скажем, с западными партнерами. Мощные финансовые ресурсы, Саудовская Аравия, последняя сделка с американцами, покупка оружия на 110 миллиардов долларов. Еще на 300 они еще хотят. Видите, Трамп держится за это, что он хочет деньги приносить своему народу, как он говорит, для того, чтобы развивать Соединенные Штаты. И защищает Мухаммада бен Сальмана от тех претензий, которые к нему, обвинений, которые ему предъявляются. Поэтому сказать, что Саудовская Аравия сегодня безусловный лидер, трудно. В результате арабской весны выдвинулись, надо сказать, на как стабильное государство, три неарабских государства Ближнего Востока. Иран, Турция и Израиль. Сегодня с Ираном, видите, какая ситуация. Против него мощный фронт образовался, подвергающий его санкциям, нелепым всяким обвинениям. И никак они не успокоятся. У Турции тоже есть свои проблемы, но тем не менее и Турция, и Иран, и Израиль, они в общем достаточно, в целом, мне кажется, пока стабильны. Хотя кто его знает, что там будет дальше, думаю, что все-таки их расшатать можно, но свернуть, помешать им дальше успешно развиваться очень трудно. Вот ответ на ваши вопросы. Спасибо большое. Завершаю наш этот разговор, поскольку время нашего региона ограничено. Он просто истекает. Если мы с вами не смогли сегодня найти локомотив в Ближневосточном регионе, то можно с уверенностью сказать, что в российском востоковедении локомотив такой точно есть. Это институт востоковедия Российской Академии Наук, деятельность которого сегодня, современная, тесным образом связана с непосредственно активным, живым участием, энергичным участием нашего уважаемого Виталия Вячеславовича. И сегодня то, что... И будущим востоковедом в этом зале. Да. И присутствующие здесь востоковеды вполне могут быть будущими номинантами на золотую медаль Крачковского, которую сегодня Виталий Вячеславович выручил вашему ректору, уважаемому Ильшату Равкатовичу Гафурову. А следующие номинанты здесь. Вот еще немножко подождем, и подрастет эта порция. Прекрасно, что мы нашли себе замечательного, способного будущего практиканта в институте востоковедения. Еще, пользуясь возможностью, поблагодарим нашего уважаемого профессора Айдара Хабудинова, которого сегодня на заседании ученого совета Казанского федерального университета академик Наумкин назвал в числе тех, кто будет скоро награжден почетной грамотой института востоковедения, вместе с нашим уважаемым директором института международных отношений. И вами. Не добавляю и истории востоковедения, поскольку вы уже отмежевались... За вклад в развитие востоковедения и сотрудничество с нами. Спасибо нашей замечательной аудитории. Мы были рады этому общению с вами. Благодарим вас, уважаемый Вячеслав, что нашли в своем плотном графике это время. Успехов вам всем! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!